Мур, мне правда нравятся эти штаны. С намеком скоро будет извержение. Мур, я хочу такую штуку. Чтобы прям вот раз и все. Ты меня слушаешь? Да. Мурик, очень приятно сказать. Мур, ты плюс его, Мишка. Тебе окей это в кадре? Да. Мурик, я нашла. Куда мы это берем? Неважно, главное взять. Я же женщина. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, было нельзя. Всем привет. Ну мы наконец-то в Маниле. После длительного-длительного перелета мы наконец-то пролетели в этот замечательный город. Что, подожди. О, она не красива. Ну, не очень. Сегодня у нас был очень бурный, насыщенный день. И пока Наташка спит, я вам расскажу пару вещей, которые мы сегодня делали. Мы первым делом, конечно же, поехали к дизайнерам, чтобы отобрать платье на кадры, которые мы будем делать. Наташа, где мы и что мы делаем? Ты пишешь уже? Пишу. На самом деле, непонятно, где мы находимся. Очень такой дождь. Очень странный райончик. Пойдем немножечко пройдем. Я тебе покажу, потому что ты не все еще видел. Это реально странный район. Но мы приехали к одному из самых известных дизайнеров на Филиппинах. Идем? Отлично, побежали. А все, можно включать? Все, я включаю. На самом-то деле, вот оно, вот оно. Спасибо. Look around. Окей. Сейчас будем знакомиться. Что такое фэшн в Филиппинах? Морик, ну в принципе, можешь отдохнуть. Ну из того, что мне понравилось, я бы взяла какие-то штуки. Это ужасно, но я хочу туда пойти. Зелененькая. Хочется что-то с открытой спиной, честно тебе скажу. У меня и питаю к этому большую слабость. Но в кадре работают такие штуки. Слушай, какие красивые. Слушай, но у них это особая тема. Как-то такие брюки бесформенные. Сбоку такое оформление. Есть такие же красненькие. Мор, мне правда нравятся эти штаны. Как тебе я? А вот. Сзади вот так вот. Как тебе? Гениально. Ничего ты не понимаешь, Морик. Или вот что-то такое, смотри. С намеком скоро будет извержение. Ну посмотри. Мне хочется более аутентичного что-то, чтобы прям вот раз и все. Потому что мы что-то взяли из Москвы. Такое на сто процентов красивое. А тут хочется немножко национальненького. Смотри, какая классная штука. Да, кстати, прикольная. Круто? Да. Прям крутая штука. Мор, я хочу такую штуку. Прикольно, ну возьми с собой. Она прям крутая. Тебе не кажется, что все будет такое? Воздушная, светленькая такая. Ты меня слушаешь? Да. Морик, тебе окей это в кадре? Ну-ка дайк протестирую. Лапу дай, ну да. Не, ну это конечно прикольно, но ты как плюшевый мешк такой. Мор, ты плюшевый мешк? Мор, у меня навыка не может. Какое-нибудь звуковое сопровождение. Жемчуг. На самом деле это очень круто. Может мы все-таки съездим в этот? На ферму жемчужную. Ты сиди тысячи? Да. Тысячи. Тысячи. Не, это очень круто. Мы ничего не будем национального брать из-за крыши. Я как этот, циклоп. Ну в этом что-то есть. Прикольно. Где моя одежда, я не поняла, для съемок. Мурик, я нашла, я нашла. Ты посмотри, Майкл жив. Это брюки, такой топ и сверху вот такая штука. Они говорят, что это исполнено в национальных мотивах и мне кажется, это прям наша история. Да? Ура! Куда мы это берем? Не важно, главное взять, я же женщина. Все. Выбрали пару очень интересных вариантов. У них нам обязательно не понравятся. Да, последний раз чисто запишу и все. Все, иди теперь в сторону. Только красиво иди, главное. Поехали. Все, все, снимаешь. Кадр был, но еще это как всегда. Лошадь проехала. И вот, собственно говоря, вот так вот посмотри, как ездят и путешествуют. Да не глазами, а камерой. По-моему, красиво сказала надо же с пятого дубля.